Всем привет, дорогие и любимые, самые лучшие мои подписчики и гости канала! Добро пожаловать на канал Ольга с Ким Мукбанг! Сегодня мы с вами опять пьем чай со сладкими, вкусными казахскими баурсаками. Вот так это выглядит. Запах обалденный! Внутри это выглядит вот так. Кстати, наверное, Людмилочка Булавкина скажет, здесь крема не хватает. Да? Может, баурсаки с кремом сделаем в следующий раз? Давай. А сегодня твоя наглая рука придет воровать баурсаки? Не знаю. Баурсаки мягкие, воздушные. Вкусные! Но мне кажется, что их надо есть с чем-нибудь. С чем? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из Казахстана, с чем едят у вас баурсаки. Пон Monaten нужно сделать любой паурсаки. я последний раз баурсаки наверное в ташкенте ела хотела сегодня поговорить с вами о необычных фруктах и овощах турции точно здесь такие дырочки в каждом баурсаки прям напрашивается сюда крем какой-нибудь на но баурсаки классные мы когда были в турции на рынке там чего только не продают такое прям изобилие всего и как-то раз мы видим что лежит какой-то вот такой скрюченный непонятно на что похожий овощ а они там всем баурон баурон я не знаю кстати напишите в комментариях что такое баурон баурон всех зазывают типа баурон баурон и дают пробовать и женщина продавщица нам прям вот так половину отламывает и дает пробовать на вкус это самый настоящий огурец но у него очень жесткая шкурка то есть ее наверное надо чистить а так в принципе мы его очищали и на завтрак и на обед салаты делали самый настоящий огурец а выглядит он вот так светлого такого цвета необычный очень мы купили чтобы попробовать килограмм но в следующий раз мы уже не стали его брать потому что ну огурцы все равно привычнее и вкуснее и шкурка там нежная кстати не у всех баурсаков такая прям дырочка внутри потом такой фрукт как индийский гранат в турции его продавали но я его пробовала в ташкенте склизкие какие-то еле-еле сладкие непонятные зерна поэтому в турции мы даже не стали брать но выглядит он очень красиво вот сейчас вставлю вам картинку посмотрите вот в турции кстати и экзотически тоже фрукты продаются стоят они конечно дорого но там есть и драгон фрукт и папайя и маракуйя апельсины в турции выглядят не очень красиво потому что они вот и в какую-то крапушку кстати непонятно вообще почему так вот алексей говорит что они падают на землю поэтому пачкаются так что их такой прям грубой щеткой которая для обуви такие щетки бывают чистят продавцы вот но если вы хоть раз попробуете турецкие апельсины вы в них просто влюбитесь это такая вкуснятина с них получается очень очень невероятно вкусный сок у хозяйки на кухне мы нашли такую соковыжималку очень показалось нам удобная для цитрусовых именно такая пика торчит и вся она такая за зубринками туда половину апельсина вот так вставляешь и вот так прокручиваешь он прям все до единой капельки выжимается апельсина мы там этого апельсинового сока отпились вот так но в основном дети конечно мы старались чтобы дети прям много пили его вот и мне очень понравилась эта соковыжималка мы ее специально бегали по магазинам искали нашли хаз були по моему нашли купили привезли в москву и вы думаете в москве мы ею часто пользуемся может один разочек но потому что здесь совершенно другие апельсины они кислые добавлять в них сахар не вижу смысла все равно нет такого прям яркого апельсинового вкуса а в турции они прям выжимаешь оранжевый такой прям между апельсиновым соком который получается из московских апельсинов и морковным соком вот цвет вот такой получается очень шикарные апельсины нам понравились потом необычные артишоки я кстати смотрела в интернете рецепты но так и не рискнула ни разу приготовить говорят что они очень очень полезные но про эти артишоки мы еще со времен вьетнама тоже наслышаны что очень полезный овощ я так поняла его очень тяжело почистить поэтому в основном в турции продают уже очищенные артишоки и они хранят их в таких тазах а в тазу лимонная вода это делается для того чтобы артишоки не потемнели вот но мы ни разу так и не пробовали во вьетнаме мы пили артишоковый чай привозили с собой артишоковый чай сами артишоки кстати во вьетнаме не продаются мы не видели но в турции мы видели вот именно сам плод артишока если он в не очищенном виде то выглядит он вот так а в очищенном виде он выглядит вот так и по-турецки называется он энгенар потом есть такой плод называется бами мы с этим овощем познакомились еще в болгарии но покупали его в готовом виде в консервированном нам не понравилось вообще а в турции в основном его в свежем виде продают как-то турки его тоже умеют готовить но мы не пробовали не знаем какая-то трава сейчас вставлю вам вот сюда кусочек видео из нашего старого видео кстати я вам оставлю ссылку внизу в описании под этим видео на рецепт баурсаков и на наше старое видео про вторничный рынок в махмутларе кому интересно посмотрите друзья кто знает что это за трава тоже большой такой пучок смотрите одна лира 11 рублей вот эта трава вообще непонятно если как-то с артишоками есть какое-то представление да что они его там жарят тушат вот то же самое с бами тоже они там жарят тушат с луком с томатами и так далее то вот с этой травой вообще непонятно что это для чего это как ее едят не знаю даже как называется не знаю да алексей подсказывает еще у них огромные прилавки с зеленью если у нас там маленький прилавочек и немножко зелени и в больших там супермаркетах тоже да какой-то небольшой отдел выделен под зелень то на турецком рынке вот просто прилавок порой даже больше чем с фруктами и овощами прилавок и там какой только зелени нет а в каком количестве я так поняла турки очень любят зелень пучки петрушки там вот такие вот такие мы в таком количестве зелень не кушаем хотя конечно это полезно и ее бы надо бы кушать вот такой пучок петрушки куда его использовать я вообще не понимала на рынок-то мы ходили во вторник и в субботу два раза в неделю там где мы жили в махмутларе проходит рынок то есть покупаешь во вторник себе вот такой пучок петрушки и до субботы не успеваешь его съедать а какие там листья салата это я не знаю наверное нашу с алексеем голову вот так соединить вот такого размера там листья салата и стоит это все знаете сколько сколько 2 лиры салат посмотрите какой шикарный 2 лиры 22 рубля на наши деньги я даже не могу не могу в камеру показать в кадр это не входит даже крутой вообще салат огромнейший надо или вот такой смотрите буям и киллера и киллера тоже 2 лиры вот такой пакетища салата 2 лиры на наши деньги копейки мы если в россии покупаем то вот такусенький корень у листьев салатов и вот такусенький пучок стоит где-то 60 рублей 59 90 вот они специально вот так вот такусенький пучок то есть где основание совсем вот столько и вот 59 90 а там прям я говорю моя и алексея голова вот такой пучок и стоит он не больше 30 рублей на наши деньги но мы с алексеем очень любим кинзу вот кинза там дорогая и пучки поскромнее и ценник не меньше пяти лир 5 лир на российские деньги на тот период когда мы там отдыхали было 55 рублей это кинзу не всегда можно найти большие пучки укропа большие пучки петрушки мяты турки очень любят мяту мы-то ее в основном не едим в таких каких-то горячих блюдах да мы с ней завариваем чай но когда ты с рынка принес вот такой пучок мяты там целый получается прям веник мы просто не успевали пить чай с этой мятой мы пили чай потом я понимаю что мята портится мы ее начали сушить в общем мяту там тоже продают огромными пучками напишите пожалуйста нам в комментариях куда еще можно свежую мяту использовать я научилась готовить турецкий суп мерчем я к чербасе кстати ссылку вам тоже оставлю туда использовали мяту а где еще ее можно применить я чуть даже затрудняюсь придумать один раз мы начитались что в газе паше а это не очень далеко от того места где мы жили есть какие-то пещеры и мы туда поехали значит в поисках этих пещер пещеру мы нашли но там был засыпан вход поэтому попасть мы туда не смогли но пока ехали нам встретились еще какие-то развалины мы же любопытные мы же приехали сюда ради того чтобы там поснимать что-нибудь пофотографироваться конечно же мы остановили машину и пошли пошли к этим развалинам значит и тут такое поле а сбоку от этого поля такая посадка непонятная что-то там какие-то деревья какие-то чего-то там и никого нет спереди значит эти развалины какие-то старинные поле и посадка и конечно же нас занесло в эту посадку дети у нас остались около машины а мы с алексеем пошли туда и нашли там множество инжировых деревьев а инжир в турции достаточно дорогой в начале сезона лоточек где-то на 700 грамм стоил 165 рублей а к концу сезона за килограмм 165 рублей стоил инжир а алексей инжир может есть вот прям за раз помыть и скушать целый килограмм он его обожает я к нему как-то спокойно отношусь а алексей может прям целый килограмм съесть за раз прогулявшись между этими деревьями мы встретили апельсиновое дерево на котором висело три вот таких оранжевых апельсина и главное никого нет вообще никого ни около руин никого нет подходи заходи смотри фотографируйся что хочешь то и делай поле абсолютно пустое нигде никого нет мы давай с алексеем сшибать эти мандарины так было забавно не молодой седовласый дядька и не маленьких размеров тетка прыгают апельсины достать не могут потом нашли какую-то палку сами отошли подальше чтоб самим же по башке не прилетело и стали кидать эту палку сшибать апельсины и что вы думаете все три апельсина мы сшибли палками притащили их в машину у нас была с собой вода помыли их и конечно же съели апельсины точно такие же сладкие как на рынке а еще на турецком рынке на каждом углу продают гезлеме прям стоят такие турецкие печки до специально для приготовления гезлеме и тетеньки турчанки прям на месте тут раскатывают тесто у них там в контейнерах начинка значит ты выбираешь себе начинку они тебе эту начинку складывают и закидывают на эту печку жарят сразу при тебе из пылу с жару прям с печки тебе отдают гезлеме кстати у меня тоже есть на канале ссылку я вам оставлю когда были в турции настолько нам нравились эти гезлеме что я научилась готовить их сама а сколько на рынке оливок оливкового масла там даже оливки жареные на гриле есть представляете но если говорить честно то турецкие оливки нам с алексеем нравятся намного меньше чем болгарские оливки потому что даже жареные на гриле турецкие оливки они прикольные они необычные там прям полосочки такие на каждой оливочке прям такие полосочки их специально так жарят чтобы с двух сторон были полоски от гриля но они все абсолютно на наш взгляд кислые то есть если в болгарии большинство оливок греческие и греческие оливки они не кислые то есть они вот такие какие есть их как-то там консервируют конечно но в таком количестве уксуса как добавляют турки они не добавляют и они такие более натуральные что ли имеют такой нейтральный вкус и больше чувствуешь именно вкус оливок а в турецких оливках и маслинах все настолько забито уксусом они кислые прямо же начинает глаз дергаться от кислоты ну вот как-то мы их конечно ели потому что их там много стоят они недорого и мы же понимаем что это полезно мы все равно покупали нет да нет но в болгарии оливки мы кушали намного больше чем в турции а еще в турции мы купили целый мешок вот такой кориандра посмотрите по-турецки называется кишниш то есть по узбекский кориандр называется кашнич по моему если я не права напишите пожалуйста мне в комментариях а по-турецки кишниш очень похожи кстати языки и турецкий и узбекский счет прям один в один единственное что когда говоришь дайте мне полтора килограмма узбеки говорят быр это один ярым это половина бир ярым и ке это два и ки ярым когда я туркам говорила бир ярым кило там чего-нибудь дайте мне они не понимали турки говорят бир бучук у них половина будет бучук бир бучук кило этого там и ки бучук этого ну в общем бучук у турков бучук у узбеков ярым а так весь другой счет абсолютно идентичный как у узбеков не знаю наверное у казахов тоже такой счет бир и ки учтор и так далее поэтому на рынке когда мне говорили стоимость я всегда понимала сколько они просят вот иногда знаете бывало такое что мы там пошли договариваться с таксистом чтобы на мешание на день рождения к нам приехали друзья и на одну машину мы не умещались а мы хотели на мешание на день рождения ехать в горы на дим чай я вам про дим чай потом тоже расскажу как нибудь вот и нам нужно было друзей туда как-то тоже перевести пошли договариваться с таксистом как оказалось таксист знает английский и он стал говорить цифру по-английски я говорю скажите по-турецки потому что я как бы английский знаю но мне надо напрягать мозг чтобы понять какую цифру он называет но когда он мне сказал по-турецки все мне даже мозг не надо напрягать я сразу поняла 150 лир он хотел за два такси чтобы довести нас до дим чая вот как-то так узбекский счет прям надолго запомнился еще со школьной скамьи поэтому если английский счет я напрягаюсь и мне надо вспоминать какая это цифра как она переводится то по узбекский как вот говорят же да когда мигрирует например куда-то люди и все равно первое время сначала мыслят по-русски а потом начинают переводить там на английский например да вот а спустя какое-то время люди начинают уже мыслить по-английски вот точно так же что касается узбекского счета мыслить я могу по узбекски а если по английски то мне надо переводить вот ну что ж друзья пока я с вами общалась я уже попила чаек перекусила очень было приятно с вами пообщаться буду заканчивать свое видео если видео понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх поддержите меня пишите комментарии мне очень приятно с вами общаться огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания всех очень сильно ценю люблю и уважаю а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся завтра